Девушки отдыхают Спасибо! Мы команда Юборка! Из любой ситуации мы сделаем сенсацию! Наша команда! Умняши! Наш девиз! Четыре слова! Мы умняши! Все готово! Я пришел, мне стало интересно проиграть, меня пригласили вот сейчас. И ожидания от этого квиза довольно высокие, будет интересно проиграть. Правила квиза. Пять раундов. Родители и учителя могут присутствовать на съемках. Можно пользоваться посторонней помощью. И делиться друг с другом хорошим настроением. Держись! Начинаем телеквиз! Впервые слово «лыжа» упоминается на Руси в 12 веке в письме митрополита Никифора к киевскому князю Владимиру Мономаху. Да или нет? Мне кажется, нет. Потому что в те времена «лыжи» еще не придумали. «лыжи» изобрели только где-то в 16-м, может даже в 17-м веках. Потому что до этого не было нужды. Все жили южнее. Так началось освоение территорий. Там пошли на север. Уже понадобились нужды. Так а не факт. Там же жили люди на севере. Они назывались как-то по-другому. Но это ведь были такие племена. Ну, кстати, у вас будут. Так они же могли. Ну, они на подобие. Не рассказывали там. Ну, назывались, скорее всего, они по-другому как-то. Мы считаем, что правильный ответ – нет. Ваш ответ принят. Результаты узнаем в конце викторины. Продолжаем квиз. «Лыжня России» – самая масштабная лыжная гонка в мире. Правда или ложь? Самая большая страна в мире, поэтому и лыжня здесь должна быть самая великая. У нас северная железная дорога, самая длинная. Значит, и лыжня должна быть. Получается, что мы здесь. Я тоже. Я уверен. У нас самая масштабная лыжная гонка в мире. К нам даже приезжают иностранцы, чтобы в ней поучаствовать. Лыжи у нас любят, значит, и лыжню построили самую большую. И самую лучшую. Да, и самую лучшую. Прочитаю, это Россия. Да, да, да. Мы считаем, что правильный ответ – правда. Принято. Играем дальше. Не сдаваться и не сдуваться. Первых лыжников называли А. Лыжебежцами Б. Лыжебегунами В. Лыжепрыгунами Я думаю, лыжи прыгают. Ну, если так посудить, лыжи-прыгунами, они должны прыгать на лыжах. А вот тут у нас бегают на лыжах, значит, должны быть лыжи бежатся. Мне кажется, что прыгать на лыжах не так удобно, как бегать на лыжах. Ты проверял? Да. Лыжи бежатся. Я так думаю, это правильный ответ, потому что на лыжах бегают, ведь они прыгают. Так что... Я согласна. Я согласна. Я согласна. Подумала, что там. Возможно. Это правда. Мы считаем, что правильный ответ – лыжи бежатся. Ответ принят. Этот квиз с нами проходит в разных городах и поселках Югры. Спасибо всем учителям, которые вместе с нами создают телеквиз Югорика. Югра, играй, пятерки получай. Следующий вопрос. Инициаторами создания первого клуба лыжников в России стали лыжники или велосипедисты. Я считаю велосипедисты, потому что они хотят же кататься зимой. Они зимой хотят кататься. Да. Кто здесь? Они только могут летом кататься, а зимой они не могут. А зимние резины пока не было тогда. Ну да, тогда не было еще. А вот на лыжах почти как на велосипеде кататься, я уверен. Да, да. Я согласен с этим вариантом. И летом на лыжах. Вариант ответа. Пусть будет велосипедист. Велосипедисты. Мы считаем, что правильный ответ – это велосипедисты. Ответ принят. После просмотра программы не забудь поставить лайк и сделать репост. Олимпийский чемпион и президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев помог движению первых связать самый большой и теплый шарф. Какой цвет ниток достался известному спортсмену? Да, белый, наверное, чтобы меньше затраты было. Не красить. Не, на смысле, сидели красить. Например, красные нитки, они же ненатуральные, их нужно покрасить, это затраты. А может быть, это вообще был белый цвет? Белый цвет – это цвет снега. Я согласен с твоим вариантом. Вот цветы – это белый. А может быть, там был и белый, и синий, и красный цвет. Белый синий. И там еще где-то желтый. Может, еще зеленый, да, синий был. Другие эксклюзивили и сделали желтый. Я делаю ставку на синий. Мы считаем, что это синий. Ответ принят. Вопросы закончились. Пришло время проверить свои знания о любре. Впервые слово «лыжа» упоминается на Руси в 12 веке в письме митрополита Никифора к киевскому князю Владимиру Мономаху. Да или нет? Мы считаем, что правильный ответ – нет. Правильный ответ. Да, слово «лыжа» появилось на Руси в 12 веке во время правления Владимира Мономаха. Это еще не поражение. Лыжня России – самая масштабная лыжная гонка в мире. Правда или ложь? Мы считаем, что правильный ответ – правда. Правильный ответ – правда. Лыжня России – самая масштабная и массовая лыжная гонка в мире. Ежегодно в забегах принимают участие сотни тысяч человек по всей стране. Супер! Ответ на пять. Первых лыжников называли… Мы считаем, что правильный ответ – лыжебежцы. Правильный ответ первых лыжников называли лыжебежцами. Здорово! Пятерка. Инициаторами создания первого клуба лыжников в России стали лыжники или велосипедисты. Мы считаем, что правильный ответ – это велосипедисты. Правильный ответ – в 1895 году был создан первый московский клуб лыжников. Инициаторами создания первого в России организации для любителей лыжного спорта стали велосипедисты, осознавшие важность круглогодичных тренировок. Ура! Опять на пять! Олимпийский чемпион и президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев помог движению первых связать самый большой и теплый шар. Какой цвет ниток достался известным спортсменам? Мы считаем, что это синий. Правильный ответ – Евгению Дементьеву достался желтый цвет ниток. Этот атрибут стал символом года народного сплочения в Югре. Три ответа из пяти были верными. Ваш уровень – бакалавр. Было очень круто. Мне понравилось. Вопросы были достаточно интересные. И я бы еще хотела поучаствовать в подобном квизе. Вопросы были интересные. Я вообще не знал, что такое будет у нас в школе. Сразу же захотел принять участие. Сразу же сюда пошел. Очень понравилось. Хочешь играть в пятерки получать? Собери команду и присылай заявку на нашу электронную почту. Хочешь задать вопросы участникам? Сними себя на телефон и опубликуй в социальных сетях. И поставь наши хэштеги. Лучшие вопросы войдут в телеквиз.